Всем доброго дня, меня зовут Марина Диденко. Я вообще стилист, и именно этим занимаюсь большую часть времени, но еще и помогаю нашим адаптироваться в США, и поэтому сегодня у нас будет с вами тема получения бенефитов для тех, кто переезжает в США и первое время нуждается в финансовой и другой помощи. Итак, подача на бенефиты. Хочу сразу сказать большое спасибо всем тем, кто лайкает, подписывается и так далее. Я не буду здесь эти все вас к этому склонять. Я благодарю за то, что вы делаете, потому что это органически позволяет достигнуть большего количества людей и помочь большему количеству людей. Я знаю, как много у вас есть вопросов во время путешествия сюда, и как много вам нужно получить ответов, и все они различного характера, и каждый по-своему уникален. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, пишите здесь. Еще раз скажу спасибо за то, что вы все это делаете, потому что таким образом не только я помогаю, но и вы. Каждый ваш лайк, каждая ваша подписка делает возможным это видео достигнуть тем, кому оно больше всего нужно на сегодняшний день. Итак, что нам нужно по поводу бенефитов знать? Первое, подавать на бенефиты могут абсолютно все, без исключения. Неважно, сколько членов семьи у вас есть, с каким количеством вы сюда приехали. Считается домохозяйство. Под домохозяйством понимаются все члены семьи, которые проживают вместе, питаются вместе, приехали, так сказать, вместе. Это могут быть родители ваши, вы, ваши мужья-супруги, мужья-жены, ваши дети, сестры, братья. То есть, если вы все вместе сюда приехали, все вместе вот так вот подаете бенефиты. Если вы живете отдельно друг от друга, хотя приехали вместе, вы уже будете два разных, так сказать, домохозяйства. Поэтому учитывайте этот момент. И, как я уже сказала, подавать на них могут абсолютно все, без исключения, по приезду сюда. И дальше там есть нюансы, о которых я чуть позже буду рассказывать. Если ваш спонсор заявил на бумаге, что будет финансово вас поддерживать, то есть вы будете пить и есть за одним столом его еду и жить под одной крышей, то подавайте только на медстраховку Медикейт. Не подставляйте, пожалуйста, его. Я вам сейчас одну историю быстро расскажу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. С технической точки зрения домохозяйством считаются все люди, которые живут вместе под одной крышей и питаются за одним столом. Вот так, как тут написано. С другой стороны, тут само государство еще не совсем определилось с тем, как правильно воспринимать эти слова. Написано, что отдельное домохозяйство – это, грубо говоря, те, которые приехали. Но из-за того, что спонсор на бумагах подписал, что он будет вас спонсировать финансово и снабжать едой, то если вдруг вы подаете на бенефиты, это пока никак не проверяется. Слишком много людей там и так далее. Но может такой момент наступить, когда кого-то решат проверить или вашего спонсора, или вас самих, и вдруг окажется, что вы подавали на бенефиты тогда, когда он вас спонсировать должен был, то, скорее всего, что и вы, и он можете юридическую ответственность понести или еще хуже – сесть в тюрьму. Одна из историй, которая приключилась здесь в США с одним знакомым моей сестры, он уже пенсионер, и во время ковида ему пришла помощь от государства в очень большой сумме, ну, если я не ошибаюсь, допустим, пусть будет 25, по-моему, 25 тысяч долларов ему пришло. То есть это реально огромная сумма денег. Он позвонил в эту организацию и сказал, наверное, здесь есть какая-то ошибка, что-то мне пришло, аж вот столько денег. Они говорят, ой, вы правы, мы просто не могли позволить себе оплатить, ну, то есть вторая половина еще вас ждет, еще 25 тысяч долларов. Мы очень сожалеем, что мы не смогли сразу всю сумму денег перечислить. Он говорит, да нет, я как раз говорю про обратное, что это слишком много, не должна она быть там в районе тысячи, двух тысяч долларов, а не 25. Вы уверены, что там нет ошибок? Да, мы уверены. Ему повезло, что эта аудиозапись звонка записывалась, и она заархивирована. И тогда, когда через год или сколько, через два, не помню, там государство вдруг обнаружило, что допустило гигантскую ошибку, и вместо там сколько-то там суммы денег отправило ему 50 тысяч долларов, которые, естественно, за все это время он с радостью потратил. И теперь ему придется, ему пришлось во сколько, 70, по-моему, лет, или что-то около того, выходить на работу, чтобы иметь возможность государству отдать это. Потому что от тюрьмы его спасла всего лишь одна вещь. Это то, что запись звонка была подтверждающая, что он их уверяет, что, наверное, какая-то есть ошибка, а они его уверовали обратно, что ошибки никакой нет. Вот, и только из-за этого он не попал в тюрьму. Но деньги, тем не менее, ему придется возвращать. И они у него и с пенсии часть занимают, и часть, как я уже сказала, ему пришлось работать для того, чтобы это все вернуть. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, чтобы не подставлять родственников ваших и незнакомых людей, которые оказали вам помощь. На всякий случай я предупреждаю про то, что такое может произойти в США, в Америке. Итак, подавать можно бесконечное количество раз. Если вы, допустим, в первый раз подали и вам отклонили, вы можете еще раз попробовать без каких-либо изменений в вашей жизни. Ну и тем более подавать еще раз, если у вас все-таки есть какие-то изменения. Допустим, вы жили со спонсором и стали жить отдельно, то есть вы переехали. Если у вас меняется адрес, вы можете подавать снова на бенефиты, возможно, вам их одобрят. Если вы сменили место работы, если у вас уменьшилась или увеличилась зарплата, если у вас, то есть изменились какие-то финансовые, если вы заболели, сейчас несете большое количество финансовых затрат. И, естественно, они всегда смотрят, они спрашивают, сколько вы зарабатываете, какие у вас расходы, все текущие расходы, сколько человек в вашем домохозяйстве проживает, то есть на скольких это распределяется, да, сумма денег и так далее. И они это все взвешивают и тогда уже решают, выдавать вам или не выдавать эти бенефиты. Но пробовать можно. Это абсолютно бесплатная функция подачи бенефитов. Никто вам ничего не скажет, сколько можно раз, знаете, как у нас бывает, как можно, сколько раз подавать. Можно. Здесь все благополучно. За вами закрепится какой-то менеджер, с которым вы сможете общаться. Более того, на сайте, на который вы переходите, он будет внизу под этим видео, вы самостоятельно сможете вносить изменения, уведомляя при этом вашего менеджера по бенефитам, в том, что у вас что-то поменялось, либо больше стали расходы, либо меньше стали расходы, либо вы сменили работу, либо ее нашли, либо все еще безработные или стали безработными. Ну, то есть любые изменения ваших, все, что влияет на ваше финансовое состояние, вашей семьи, вы обязательно должны там отражать. Теперь какие есть, в принципе, бенефиты, чтобы вам было понятно, на что вы можете рассчитывать и вообще в целом, что предоставляет государство нашим людям здесь, в США. Первое – это медицинская страховка Medicaid. Отдельно про нее сейчас буквально быстро-быстро расскажу. Когда вы сюда будете лететь? То есть первое, что я вас, естественно, там еще в предыдущем видео поздравила, это с получением авторизации на приезд сюда в США. Когда вы его получаете и заказываете билеты, чтобы лететь сюда, обязательно отдельно купите медицинскую страховку, health insurance, по вашему здоровью, так сказать. Почему? Потому что когда вы сюда прилетите, не дай Господь, что-то произойдет, то вы должны будете где-то взять денег, а медицина здесь чертовски дорогая. Это первый момент. Второй момент – то, что все вот эти бенефиты, они выдаются, грубо говоря, какие-то за несколько дней, какие-то за неделю, какие-то за месяц или за два. Поэтому еще неизвестно, сколько вы будете ждать. И если вдруг вы заболеете, то один поход к врачу, скорее всего, вам отбойдется от 500 до 2500 долларов. Один. Всегда, когда прилетаете сюда, вам нужно сделать тест на COVID, чтобы у вас все было благополучно после перелета. Это раз. Это раз деньги. Второе – это нужно вам сделать на туберкулез, вопрос вам и вашим детям, или только детям, там, в зависимости по обстоятельствам. Это тоже. Вот мы ребенку моему делали, мы очень были рады тому, что у нас была health insurance, страховка по здоровью при прилете сюда, потому что стоимость просто обычной вот этой вот шот, сейчас скажу, как это на прививке, стоила 550 долларов. Просто один несчастный укольчик ребенку – 550 долларов. представьте, и это покрыла страховка. А если у вас несколько детей, или еще надо тесты на COVID делать, и еще и еще что-то там, вот моя знакомая тоже неудачно так прилетела и заболела, простудила почки. Количество денег, которые она платит, просто уму непостижимо. Поэтому держите себя в руках, пользуйтесь моей подсказкой, пожалуйста, и не попадайте в сложную ситуацию. Итак, то есть до того, как вы прилетите сюда, обязательно купите себе медицинскую страховку health insurance, а уже когда сюда прилетаете, самое первое, что вы делаете – это медицинскую страховку medicaid. Но вы, если будете подавать на бенефиты, вы все это одновременно будете подавать. Я просто к тому говорю, что без нее здесь никак. Это колоссальные деньги. Мне для того, чтобы выдернуть зуб, стоило, я уже не помню, что-то типа 700 или что-то такое долларов. А если бы я его лечила вместе со всеми каналами – 2500 долларов. И это только без всяких коронок, это просто прочистить каналы. Имейте это, пожалуйста, в виду. Так, про медицинскую страховку я сказала. Ее могут получить абсолютно все, кто сюда приезжает, потому что первое время, естественно, у вас нет разрешения на работу, и вы, естественно, вам неоткуда иметь эти финансы, чтобы оплачивать страховку. Кстати говоря, стоимость страховки здесь 400, ну, от 380 до 450, смотря что за человек, насколько болен и разные другие нюансы, стоит в месяц. Это ежемесячный платеж, который вы платите, как коммунальные платежи. Поэтому вот такая страховка, учитывайте, пожалуйста, стоит 450, а медстраховка Medicaid бесплатно вам дается. И она покрывает все основные расходы по уходу за ребенком, зубы, проверка зрения, все эти прививки и так далее, и так далее. Там на сайте вы можете ознакомиться с этой информацией более подробно. И выбрать себе медицинский план, что тоже классная штука. Мы выбрали BugEye. Он покрывает еще и образование. Не знаю, как связано образование с медицинской страховкой, но есть и такая штука. И там очень много... Каждый медицинский план, он отвечает за что-то свое. То есть один медикейт, план медикейт будет, например, если у вас есть излишний вес, если у вас есть ребенок, другой план, если у вас есть какие-то проблемы с психологическим здоровьем, допустим, вы в стрессе, и вам нужно будет платить за психолога. То есть это тоже есть отдельный медицинский план для этого. Ну и так далее. То есть если вы алкоголик или еще что-то там, то есть это тоже все, как говорится, лечится. Воспользуйтесь предложениями разных планов, почитайте подробнее, и я уверена, вы найдете тот, который вам ближе всего. Следующая помощь с покупкой еды, так называемые фудстемпы. фудстемпы выделяется приблизительно, насколько я вот слышала, суммы что-то вроде 400-500 долларов на семью. Не знаю только, сколько там членов семьи, просто это суммы, которые я вот уже на слуху у меня. Это вам выдаются, грубо говоря, карточки такие банковские, которыми вы можете расплачиваться только в одном месте, в конкретных магазинах, с которыми, так сказать, государство запартнерилось. Приходя туда, вы можете покупать, в принципе, все, что вам угодно, хотя они, конечно, дают рекомендации, чтобы это была такая еда, которая даст вам насытиться. По своему опыту, я знаю, что вот нам с сыном порядка 600 долларов в месяц уходит на то, чтобы мы питались, как говорится, ни в чем себе не отказывая, но сбалансированно, в рамках разумного, естественно. То есть мы едим здесь и крупы, и каши, и мясо, и к птицу, и даже, что им, с креветки. То есть, в принципе, все это покрывает эти 600 долларов. И сладкое тоже. Шоколадки и так далее. Так, с покупкой еды, да, то, что я и говорила, что можете потратить только в конкретных магазинах. Если вдруг, допустим, вы превысили сумму, у вас там на остатке оставалось 50 долларов, а вам нужно заплатить там 62, то 50 снимутся с карты, остальные 12 долларов вам уже придется как-то там самим заплатить. В минус они тоже могут уходить, но этим лучше не пользоваться, потому что там колоссальные проценты потом будут. Вам такое точно не надо. Поверьте, я тут уже с банковской системой немножко поговорила. Не хочется, чтобы у вас были подобные ситуации. Дальше финансовая помощь, cash assistance. Как я поняла, хотя я через этот путь не прошла полноценно, то есть я отказалась от всех этих бенефитов, кроме медицинской страховки. Чтобы получать cash assistance, у вас не должно быть никакой работы и никаких запасов финансов. Это первый момент. Второй. То есть пока вы ждете своей авторизации на работу, то есть разрешение, с помощью которого можно устроиться официально на рабочее место здесь в США, вы можете подать на финансовую помощь, притом, если вас спонсор не спонсирует, хотя, как говорится, тут все пользуются этим, этой привилегией. И пока еще все нормально. Не знаю, будут они такое количество людей наказывать за погрешности или нет. Ничего не могу сказать, я просто вас предупреждаю, это будет пусть на ваших плечах, на вашей ответственности, на вашем решении, как поступить. Так говоря, о финансовой помощи. Это вот буквально недавно я с ними общалась, что для этого нужно. Вам, мне сказали, что мне будут платить приблизительно 450 долларов в месяц. Я обязана отработать эти 450 долларов в месяц на 30 часов в неделю на каких-то соцработах. Ну, в целом, тоже на... В моем случае это Agaio Job and Services, Job and Family Services. Это вот эта организация, орган государственной власти, который выдает все эти бенефиты здесь в Agaio конкретно. В каждом штате он будет свой и какие-то там... Ценовая политика плюс-минус будет размер помощи, плюс-минус будет немножко отличаться. Но в целом это так. Быстро говорю, я уже забыла, что я говорила. Я к тому, что финансовую помощь получается за 30 часов и еще 10 даются на то, чтобы вы искали себе работу, ходили на собеседование и так далее. То есть вы прямо обязаны будете... Ну, как обычно, это бывает и в нашем, в украинском государстве, когда находитесь в службе занятости по безработице. Вам тоже надо ходить на собеседование, там куча листиков прописывать и так далее. Вот. И, как я поняла, отдельно еще просто... Это вам, грубо говоря, платить будут за работу, которую вы социальную. Это как я поняла. Надо было бы, наверное, еще уточнить, прежде чем вам об этом говорить, но у меня не было на это времени, к сожалению. Я потом отдельно допишу, наверное, под видео. То есть 450 долларов мне как зарплата платится и еще отдельно финансовая помощь, потому что финансовая помощь, согласно тому, что они вывесили на сайте, должна быть в размере 1200 долларов в месяц на маму и ребенка. И чем больше членов семьи, тем, соответственно, оно больше. Конкретно у нас в Агая такие были расценки. Есть еще Child Assistance, это помощь по ходу за детьми. Здесь говорится о том, что если у вас есть маленькие детки, и вам надо выйти на работу, вы нанимаете бейбиситера, которому государство будет... Или оно назначит вам этого бейбиситера, или оно будет выделять средства, чтобы покрывать расходы на этого человека. Ну или хотя бы частично. И последнее, это помощь по трудоустройству. Здесь нет никакой финансовой помощи. Здесь просто они вам будут помогать, связывать вас с людьми, находить вам место работы. Они стараются сделать по максимуму, чтобы работа соответствовала вашим ожиданиям и вашей специализации. Здесь нет такого, как бывает в других странах, дискриминации, с тем, с чем мы столкнулись, скажем, в Польше, например. на высокую должность вполне могут взять, если вы соответствуете требованиям. То есть у вас уровень языка, соответствующий, соответственно, образование, опыт работы и так далее. Здесь, на самом деле, по поводу работы, я считаю, что все условия для людей созданы в том плане, что вы можете... Если вы хотите работать в какой-то компании, вы прям идите, подавайте туда и говорите, я хочу у вас работать. Они очень любят настырных людей, они очень любят таких вот, которые сами прикладывают себе дорогу. И поэтому, если вы туда придете и говорите, я хочу у вас работать, я подаю сифру порядок только в вашу компанию, я вижу себя здесь, потому что мне импонирует это, это, это и вот это. Я умею делать вот это. Мой опыт работы вот такой. Возьмите меня в вашу компанию, я вам буду приносить, грубо говоря, прибыль. Они обрадуются этой фразе очень сильно, вообще всему, что вы сказали, и вот такой вот открытости, настырности и так далее. А еще одним плюсом, кроме языка, естественно, будет, если вы положительная личность, без каких-то язв в чей-то адрес, никто никого не высказывается остро, если вы при этом благосклонны ко всем национальностям, если вы не осуждаете никого за религию или за предпочтение в противоположный пол или непротивоположный пол, то есть какие-то гомосексуальные и так далее версии, то есть чем больше у вас вот из всего перечисленного есть, тем лучше же для вас. Вы всегда можете сказать, что вы чего-то, вы не против чего-то там, но ваша точка зрения вот такая, то есть вы не станете никому мешать, допустим, или ничему мешать, вероисповеданию, не будете накладывать свои какие-то ожидания или убеждать, или переубеждать человека в чем-то, вы просто принимаете его таким, какой он есть и не вмешиваетесь в его жизнь, в его виды, взгляды и так далее. Меня никак не оставят в покое, родственники наконец приехали. Итак, по поводу всех этих бенефитов, как я уже сказала, вы можете подавать абсолютно на все, которые вам нужны, естественно. В первую очередь Medicaid, медицинскую страховку, это я резюмирую. Остальное уже по обстоятельствам сами судите, сами смотрите, мои рекомендации даны. Какие документы вам нужны для того, чтобы это все оформить? Первое, это тот документ, по которому вы сюда приехали, чаще всего это обычный международный паспорт, но возможно у вас что-то было другое, я всех документов не знаю. Если вы по нему пересекали границу, значит он точно такой же официальный документ, как и международный паспорт, вы его тоже можете им воспользоваться. Еще вам понадобится Alien Number, это тот номер, который вам дается при пересечении границ, он присваивается каждому человеку, включая ваших детей и пожилое население, пожилых ваших родственников, бабушек, дедушек, мам, пап и так далее. Вы можете его найти у себя в кабинете USCIS, в самом низу, где ваши кейсы, у вас будет прикрепленный кейс и написано авторизация на работу, авторизация для путешествия, travel authorization, и рядышком A буковкой обозначены, какие-то, по-моему, шесть циферок, вот это вот и есть Alien Number. Также нужен будет адрес проживания, то есть если вы живете вместе с вашим спонсором, значит прям этот адрес и указывайте предварительно, согласовав это, естественно, со спонсором. Потому что именно на этот адрес будут приходить все документы, которые вам нужно будет лично подписать. Есть такие, которые можно заполнить онлайн и отправить, а есть такие, которые нужно просто расписаться лично. Поэтому учтите этот момент. Равно как и ваш номер социального страхования, вашу авторизацию на работу в виде карточек, они тоже придут вам по почте обычной, человеческой, по вот этому адресу, которую вы укажете. Поэтому если вдруг вы смените свой адрес, обязательно сразу укажите, а лучше сразу и позвоните, то есть исправьте это в вашем аккаунте по бенефитам и внесите изменения там, и сразу же позвоните вашему менеджеру, чтобы он зафиксировал, что если вдруг вы ожидаете эти документы, чтобы они уже не приехали туда, если вы уже вот там, по поводу номера социального страхования. Его никогда никому не говорите, никуда никому не пересылайте, и тем более не делитесь этой карточкой. Он даже приходит в специальном таком конвертике маленьком, чтобы никто случайно не считал или не увидел его, когда вы, допустим, там где-то, я даже не поняла на самом деле, где и как им пользуются, почему они переживают, что его кто-то сочетает. Но я точно знаю, что здесь в США очень много используют, не используют, а крадут личностей, поэтому чем меньше вы его показываете, тем в вашем случае лучше. Единственный раз, когда вас официально его могут попросить, и вы должны лично с ним приехать, это когда вы устраиваетесь на работу во время подписания контракта. Они не будут говорить, а пришлите мне его по почте или сфотографируйте. Вы лично должны приехать и оформить, вписав, они должны проверить, что ваш номер социального страхования совпадает с тем самым номером, который у вас на этой карточке. Вот это вот важный момент, который, я надеюсь, вы не упустите. И местный контактный номер телефона, и электронная почта. Оба, скорее всего. Объясняем момент с номером телефона. Все, кто сюда приезжают с других стран, ваши сим-карты, скорее всего, здесь не будут работать. Или будут работать с очень плохими, с большими сложностями и с перебоями. Мне для того, чтобы оплатить мои счета по банкам и так далее, коммунальные и прочее, мне нужно потратить часа 3-4, чтобы мне это сообщение наконец дошло. То есть это прям действительно большая головная боль. Кроме того, ваш мобильный телефон не подойдет под местные сим-карты. Поэтому, когда вы сюда приедете, будьте готовы к тому, что вам придется сменить ваш телефон, для того, чтобы вы могли созваниваться по поводу всего в этой стране. И сим-карта у вас тоже будет другая. У меня осталась на украинском телефоне моя украинская сим-карта, и на новом телефоне уже американская сим-карта. И в случае, если мне нужно, как я уже сказала, оплатить какие-то свои украинские счета и так далее, я пользуюсь тем украинским номером, украинским телефоном. Хотя это, конечно, огромная головная боль. Но по-другому тут, к сожалению, никак не получится. Кстати, здесь нет такой функции, как перевод с карты, например, Америки. Через ваш интернет-банкинг вы не можете сделать свифт-перевод в любую другую страну. Это надо сделать лично в самом банке. Это из того, что я уже вычислила. И самым лучшим, наверное, вариантом, если вы захотите отправлять какую-то помощь вашим родственникам, которые остаются еще в стране, в Украине я имею в виду, самый лучший – это MoneyGram. Самый дешевый, самый быстрый, самый стопроцентно получаемый. И там, в Украине, они смогут автоматически зачислять его, если у них есть приватбанковская карта. Автоматически, то есть просто имея номер этого MoneyOrder, денежного перевода, они автоматически могут его получить сразу на карту. Есть такая функция «Получить перевод». Выбираете MoneyGram, вводите этот номер MoneyGram, и оно автоматически туда зачисляется, что очень упрощает систему. Ну и кроме того, это, как мне объяснили, американская система не отслеживает. Вы можете спокойно переправлять любые деньги. Вот. Надеюсь, это будет вам в плюс. Да, вот. Подает глава домохозяйства с указанием всех членов семьи. То есть подает только один человек на вот эти бенефиты, неважно, сколько вас в семье. То есть там могут быть мама, папа, вы, допустим, ваш муж или наоборот, ваша жена, все ваши дети, ваша сестра, ваш брат, и вы все вместе считаетесь одним домохозяйством, домогосподарством. То подает только один человек, кто там самым главным, выберите его. Он обязательно во всей этой форме будет вас указывать. Я вам потом покажу. Все ваши данные туда внесутся, кроме всех этих социальных номеров страхования и так далее. Это никуда там не вносится, слава богу. Вы, когда сюда приедете, у вас еще ничего не будет. Вам на это тоже нужно будет отдельно подавать. Это уже будет следующий шаг. Вот это самое главное, что вам нужно для того, чтобы стартануть и благополучно в умеренных таких рамках начать жить здесь. Если у вас, допустим, нет спонсора. Теперь давайте попробуем заполнить вместе форму, которая здесь под этим видео написана. Вы переходите на сайт и будем с вами вместе регистрировать все, что нужно. Я объяснять и переводить буду по ходу действия. Надеюсь, это вам будет полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вам хотелось бы раскрыть, напишите здесь. Я постараюсь собрать информацию и выдать вам ее. в виде видео и конкретной пошаговой инструкции. Вы можете поздравить меня. Я теперь член USTRI. Это государственный орган власти, который отвечает за иммиграцию и переселенцев, помогает им здесь обжиться, понимать, что за чем происходит и как это действует. И здесь, наверное, ссылочку тоже оставлю с контактом человека, по крайней мере, здесь, который в Агайе находится. Но, возможно, он вам сможет подсказать других людей, хороших и полезных, в остальных штатах Америки. Буду владеть большим количеством возможностей, чтобы всем вам помочь и ответить на все ваши вопросы. Так что спасибо еще раз за внимание. Держим кулачки, чтобы у всех у вас все сложилось наилучшим образом. Спасибо.